Шарп 3.7 ГФ это знаменитая магнитола 1981 года, причем аппарат из первых выпусков с еще не усовершенствованным узлом в одним механизме. Полностью был грязный, заросший зеленью, как остров невезения, но в целом сохраненный в хорошем внешнем виде, только нерабочий. Пришлось восстанавливать его, полностью вымывать с разборкой, восстанавливать лентопробежные механизмы, менять пасеки все, 5 гитлеров. Пришлось восстанавливать фрикционные узлы в обеих протяжках, износ механизмов, трещинки, все это влияет на то, что аппарат перестает нормально работать. Соответственно, правая протяжка еле-еле душа в теле, а левая протяжка, левая протяжка вообще была в ауте. Вот такой вот комплект деталей на замену был вынут из аппарата, и конденсаторы тоже. И головка была заменена. Левая, правая более-менее еще походит, отшлифована. И, соответственно, есть в ней еще сок и жизнь. Отмывать так же пришлось динамики, отмачивать все это. В целом, сохранен внешний вид хорошего аппарата после мойки, после отмывания и чистки. Есть кое-где легкие облезлости, но это металлизированная панель, с ней вообще чудеса происходят. Первые варианты были очень склонны к облизанию своей поверхности. А это уже пластик, крашатый. Слушаем, как воспроизводят. Одинаково по звуку карманы должны настроены и правильно воспроизводить. И проверим также запись. Запись также настроена. Настроены индикаторы. Причем здесь надо баланс соблюдать. Известная вещь, что левая дека в двухкассетном шарпе, в некоторых других играет на полтора децибела громче правого. По индикаторам это по тестовой ленте видно. Иногда по музыкальным записям тоже. Пишем. Левая дека! Не любя! Нетонация у него как штатная Как у нового аппарата удалось полностью восстановить протяжки В том числе из-за применения качественных Тщательно шлифованных в цеху пасеков с двух сторон Не имеющих биения И не имеющих отклонения по квазипиковому Квазипиковое отклонение скорости Соответственно не имеющие повышенной детонации 0.12.0.14.1 Взвешенный параметр Что соответствует паспорту 0.06.RMS Это очень хороший показатель Первого класса по ГОСТ Что нужно понимать Для магнитолы это высший пилотаж Обычно у них с пасеками Необслуженными механизмами С пасеками плохими Вепреконовскими всякими Из всякой Г Из всякого То что ставит 0.5% детонация 0.6% 1% 2% Сколько угодно Но не 0.15% И как полагается Также пришлось На станке восстанавливать Поверхность тонн валов Они были покрыты Вкраплениями Окислыми Пупырышками Полностью восстанавливать Блок переключателей Регуляторов Два раза умывать все До максимально возможного Результата Пишем Дураки С тобой мы оба Дураки Растеряли все Что было Сгоряча Завязала нам На память Узелки Ты тельком Своим Сгоревшим Свеча Свечка Свечечка Свеча Ты близка И горяча Я с тобою Просижу До зари Надо поднимать Также Что значит Правильная работа Стрелочных индикаторов Встретых Здесь Под файш-панелью Здесь Они настроены По уровню 200 нано-веберов По пишущему карману Правому 0 децибел То есть Плюс Три с половиной Будет По 250 Если делать Ниже Они будут Вообще Не видны Не будут Дергаться Они же Не Пиковые А если делать Выше Будет За шкал На радио Соответственно Потому что Уровень С радио Выше Идет Свечка Свечечка Свеча Ты близка И горяча Я с тобою Просужу До зари Свечка Свечечка Свеча Растопи Мою Печаль Но до срока Я прошу Не сгори Не сгори Свечка Свечечка Свечечка Растопи Мою Печаль Но до срока Я прошу Не сгори Свечечка 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 Ты близка И горяча Я с тобою Просижу В общем, полное восстановление двухкассетной магнитолы с шестью динамиками. Это затратное и сложное дело, которое 40 лет особенно нужно тщательно перебирать обе лентопротяжки, восстанавливать все переключатели, регуляторы, искать и устранять дефекты и настраивать все. А дефектов здесь гораздо больше, чем в обычной сложной кассетной деке. Во-первых, две лентопротяжки, это уже две деки полностью в переборку и настройку. Во-вторых, усилитель с заменой деталей часто. Это куча переключателей и регуляторов, это еще динамики, которые надо мыть, вычищать, правильно устанавливать. Играем запись. Играем запись. Запись. Соответственно, практически один в один. Даже чуть ярче, с запасом небольшим, по высоким. Аппарат получился хорошим. Труда и времени вложено у него, как всегда, много. По-другому сейчас не бывает с 40-летними аппаратами. Можно поностальгировать под старые, добрые мелодии. Субтитры подогнал «Симон» Как я соскучилась, как я соскучилась, как я соскуч, соскуч, соскучилась Слышишь, не могу тебя запыть, неужели трудно позвонить Как я соскучилась, как я хочу любить Надо технике, как и женщине, давать, что она хочет, иначе она сама возьмет Подальше от тоски ночной и от тебя, любимый мой Как я соскучилась, как я соскучилась, как я соскуч, соскуч, соскучилась Как я соскучилась, как я соскуч, соскуч, соскучилась Ну еще есть один маленький нюанс или секретик даже для тех, кому глуховатыми кажутся семерки. Но это неспроста, пищалки в них утоплены, находятся внутри корпуса, места снаружи для них не нашлось. Пятисантиметровые динамические головки стоят вот здесь, там далеко внутри. Если это светить, то можно увидеть. Вон они утоплены. И, соответственно, направленность их весьма ограничена по распространению звуковых волн. Поэтому немножко можно либо наклонять переднюю часть магнитолы вверх, как сейчас я сделал, либо желательно устанавливать Sharp 3.7 на полочку, чтобы аппарат был с динамиками на уровне ушей. А если убрать, соответственно, прямую наводку с пищалок, то будет не так гонко. А потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, уселок развяжется, А любовь она и есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, уселок развяжется, А любовь она и есть, только то, что кажется. И вот уже глушен, если слышно, если подниму, будет звонче. А любовь, она и есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, А любовь, она и есть, только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала. Я же не сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было, А потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется, А любовь, она и есть, только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется, А любовь, она и есть, только то, что кажется. А любовь, она и есть, только то, что кажется. А любовь, она и есть, только то, что кажется. А любовь, она и есть, только то, что кажется. Все.